Что же здесь происходит? Какая тут вода идёт, а? Здравствуйте и доброго здоровья! Значит, вы находитесь на территории Потеряевка, Алтайский край, Мамонтовский район. В данный момент вы видите прорыв озера, который называется Лагерное, значит, и имеет старое название Камагориха. Значит, 13 числа 2017 года, 13 апреля, местным учителем, проходившим по данной плотине, был обнаружен прорыв озера. Значит, он сообщил данную информацию в штаб чрезвычайных ситуаций. Была собрана группа быстрого реагирования из состава 8 человек. Группа 8 часов выдвинулась на данный объект. Было принято провести спецоперацию под кодовым названием «Внезапный прорыв». Значит, обнаружив место положения прорыва специальными приборами, можете видеть, мы нашли место прорыва, значит, которое сейчас будет заполняться глиной. По средним оценкам экспертов, величина потока составляет 60-80 кубов в час. В данный момент мы планируем уменьшить этот поток. Значит, слив, который есть там, его открыли полностью, тем самым немножко сняли напряжение озера. Ну и мы надеемся, с Божьей помощью, все это сделать. Значит, какие приборы использовали? Приборы, ледорубы, лома, лопаты. Высокоточные. Хорошо, ледорубка, покажи, Вае. Вот он, высокоточные приборы. Значит, обнаружение канала. Вот такая жертва. Метра четыре, да? Да, и, соответственно, мешки. Репортаж снимал Виктор Савченко, Устинов Алексей. Поселок Потеряевка, специально для канала «Во свете Библии». Команды, почему не сказал? Кто был? Командик. МЧС. Вот они, члены команды. Из-под низу идет. Батюшкина рына. Это я на храмовом пруду. Стою прям в сливе, в самом. Слышно мой голос или не слышно? Как вода шумит. Поток Божий полон воды. Колодцы наполняются. Слава Богу за все. Дивны дела Твои, Господи. Сколько в Сибири воды. Такие просторы, такие богатства. Аллилуйя. Это я сейчас нахожусь на лагерном пруду. Вот он лагерный пруд. А вот она плотина, которую в прошлом году здесь поднимали на мощном тракторе. Вот он слив. Вода идет потихоньку. Здесь братья поставили гривенскую сеточку. И немножко тут карасиков. Увидим мы, не увидим их. Вот он карасик. Поймалось. Но они такие, как в анабиозе. Карпов не видать. Вот так. Помаленьку идет утро. Около 7 утра. А 8 богослужений у нас. Сегодня четверг. 13 апреля. Утренняя такая. Дымка. Туман, точнее. Слава Богу за все. Вода не так бурно идет, как в прежние годы. Много воды впитывается в землю. Потому что земля уже оттаяла. Колодцы наполняются. Идем дальше. Восход солнца. В Потеряевке. Вот он, исполин. Готовый пробежать поприще. Как Слово Божие нам говорит. Вот максимально увеличивает. Насколько. А вот максимально удаление. Я на плотине лагерного пруда. Тишина. Мир и спокойствие. Слава Богу за все. Идем дальше. Успею еще посетить. Если даст Бог. Семаковский пруд. Колодезный. Вот прям вот сюда. Вот сюда. Ты там это держи, чтобы далеко не развалить. Палкой, чтобы по палке как-нибудь. Палкой, чтобы по палке как-нибудь. Палкой, чтобы по палке как-нибудь. Не выживи. Что все будут бросать? Да, конечно. Ну, еще принесем. Мешки есть. Ну, все они, чтобы не ковы. Так, сюда прям под дерево. Ну, занесели на это посетение. Так? Да, да, да. Свет там туда, где ты, Леша, стоишь. Туда. Да, вот так за ногами. Да, вот так за ногами. Да. Они потом летят. Да. Да, валяется. Да, вы через землю что-то сплавите. Что ты там нашел? Ну это он просто сейчас по берегу будет вывезти, падать. Надо их привязывать было за дерево. Надо было каждый мешок привязывать. Веревка длини и за дерево привязывать. Мешок Иосифа, да. Мешок Алексея подписать. Куда что уходит? В бездну. Развязался? Нет. Может только поселил? В такой ям. Батюшка, мы в Симаковском не были? Ну я сбегаю. Я утром не успел, хотел тоже сходить. Мешок лежит прямо около дерева. На инструменты пока здесь надо оставить все. Только мотоблок забери. А лопатой надо оставить. Дома-то не щуплю пока. Ну возьми. Тебе нужно. Я думаю, кого-то надо оставить одного на дерево. Через два часа караул менять. Пока вода приедет. Слова Богу. Сегодня 14 апреля 2017 год. Мы сейчас на плотине лагерного пруда. Вчера здесь я, Сашенко Виктор, обнаружил поток под плотиной. Вот здесь он был поток. Где-то уже метра три, наверное. И мы вчера здесь работали утром. С братьями не пошли в храм. Срочно это заделывали. Вот здесь замуровали, так сказать. Мешки с глиной. Завязанные мешки. Потом шерсть. Вот кусочки шерсти. Трамбовали. Глина обыкновенная. И вот закапывать не стали мы. И вот здесь еще несколько мешков сбросили. С глиной завязанной. Там какая-то яма. Обнаружили яму. Вот был ремонт. Ну, где-то на часа, наверное, три с половиной или четыре мы тут копали. Земля. Глина мерзла еще. Сантиметров 60-70 надо долбить. Вот такие, как вчера назвали, приборы. Это ледорубы. Это, наверное, твой ледоруб, да? Вот это вот. А вот еще один. Вот так. А сейчас я с братом и с верным четвероногим другом Шариком. Вот он Шарик. Идем на второй мостик. Там он бурные потоки. Куда мы сейчас придем. Слава Богу за все. Вперед.